Расширительной камере и съёмного дульного насадка. Для стрельбы из пистолета используется штатный пистолетный патрон от пистолета Макарова. Пистолет обеспечивает бесшумное поражение цели на дистанции до 50 метров. Бесшумный пистолет ПБ. Калибр 9 мм. Патрон 9 на 18 мм ПМ. Ёмкость магазина 8 патронов. Масса пистолета с глушителем 950 граммов. Начальная скорость пули 290 метров в секунду. На этих кадрах выстрел происходит почти в 150 раз медленнее, чем в реальном времени. Если замедлить процесс в 400 раз, можно увидеть пулю. Её скорость около 300 метров в секунду. Видно, как из ствола вырываются пороховые газы, но они затормозились в глушителе и громкого хлопка уже не издают. Впрочем, полностью бесшумным пистолет ПБ назвать нельзя. Стрелка выдаёт ляск затвора при выстреле. В тишине этот звук хорошо слышен. Автоматический пистолет Стечкина. Магазин на 20 патронов. Возможность стрелять очередями. Достаточно грозное оружие. Оно стало прекрасной основой для создания бесшумного автоматического пистолета. Автоматический бесшумный пистолет АПБ. Калибр 9 мм. Патрон 9 на 18 мм ПМ. Ёмкость магазина 20 патронов. Масса со снаряжённым магазином и глушителем 1 кг 650 г. Начальная скорость пули 290 метров в секунду. На основе пистолета АПС конструктором Неугодовым был создан его бесшумный вариант. Пистолет АПБ. Этот пистолет предназначался в первую очередь для вооружения разведывательных подразделений специального назначения. Бесшумная стрельба обеспечивалась за счёт надульного глушителя. Расширительные камеры, находящиеся под кожухом затвора. Деревянный или пластмассовый приклад были заменены на рамочный приклад металлический. Это оружие находится на вооружении и сегодня. Для стрельбы из АПБ используются штатные 9-мм пистолетные патроны к пистолету Макарова. АПБ унаследовал все положительные качества пистолета Стечкина. Это оружие применялось спецназом советских войск в Афганистане. Одной из задач подразделений спецназа был захват или уничтожение караванов с оружием из Пакистана. Впереди такого каравана обязательно двигался вооружённый дозор. Его требовалось ликвидировать в первую очередь. Здесь и применялось бесшумное оружие. А бой с основными силами каравана спецназ вёл обычным общевойсковым оружием. Источник звука у пистолета АПБ был всё тот же. Ударяющиеся друг от друга в момент выстрела детали автоматики. Такой же недостаток был и у пистолета АПБ. Вернёмся в 60-е годы. Именно тогда в Советском Союзе начали работать над бесшумным оружием, в котором применялся другой принцип устранения звука при выстреле. В середине 60-х получило развитие и второе направление обеспечения бесшумности стрельбы. Отсечка пороховых газов в гильзе. На уважение специальных подразделений войск КГБ был принят пистолет С-4 под патрон «Змея». Этот пистолет лязгом подвижных частей автоматики при выстреле себя не выдавал. Механизма перезаряжания в С-4 попросту не было. Пистолетный комплекс «Гроза С-4». Патрон 7,62х63 мм «Змея». Боезапас 2 патрона в отдельных стволах. Дальность поражения цели 25 метров. Мы уже рассказывали о патронах к револьверу Гуревича. В них пулю выталкивала вода, а пороховые газы оставались запертыми в гильзе. По такому же принципу создан и патрон «Змея», но он гораздо совершеннее. Пороховой заряд отделен от пули поршнем. Когда порох воспламеняется, пороховые газы воздействуют на поршень, и он выталкивает пулю. Она вылетает из ствола, а поршень остается в гильзе, герметично ее закупоривая. Газы отсекаются, поэтому этот принцип так и называют – отсечка пороховых газов в гильзе. Сам пистолет двуствольный. Для заряжания пистолета необходимо было откинуть блок стволов. Два патрона в обойме заряжались. Блок стволов опускался, возводился ударно-спусковой механизм. Из пистолета можно было произвести два бесшумных выстрела. Обнаружить стрелка по звуку выстрела практически невозможно. Идентифицировать оружие, из которого был произведен выстрел, тоже нелегко. В патроне «Змея» использована обычная пуля калибра 7,62 от автоматного патрона. В начале 70-х был разработан новый бесшумный пистолет – МСП. Он имел значительно меньшие габариты, чем его предшественник – комплекс «Гроза». Пистолет также двухствольный. Для стрельбы из него использовались специальные патроны СП-3 со стечкой пороховых газов в гильзе. Для заряжания пистолета необходимо было поднять блок стволов. Два патрона в обойме заряжались. Блок стволов закрывался. Пистолет надо было снять с предохранителя. Взвести ударно-спусковой механизм. Пистолет был готов к стрельбе. Причем звук выстрела не сильно отличался от этих щелчков. К концу 70-х на вооружении спецслужб Советского Союза находилось 4 образца бесшумных пистолетов. Мы уже рассказали о пистолете ПБ. А в автоматическом бесшумном аналоге пистолета Стечкина АПБ в обоих пистолетах используется штатный патрон к пистолету Макарова и надульный глушитель. Общие недостатки этих пистолетов – большие габариты с глушителем, недостаточная бесшумность. Стрелка выдает звук работы автоматики пистолета. Гроза и МСП гораздо компактнее и практически бесшумны. Это обеспечивает специальный патрон с отсечкой пороховых газов в гильзе. Автоматики в этом оружии нет. Но Гроза и МСП способны сделать всего два выстрела без перезаряжения. Стала очевидна необходимость создания нового пистолетного комплекса. Все достоинства предыдущих четырех пистолетов нужно было воплотить в одном. Был еще один стимул к дальнейшему развитию в СССР специального оружия – Олимпиада-80. Страна готовилась встретить тысячи гостей со всего мира. Для Советского Союза это было важнейшее событие. Готовились к Олимпийским играм не только спортсмены. Сотрудники спецслужб ничем не выделялись среди зрителей и прохожих. Бесшумный пистолет можно носить скрытно. К обеспечению безопасности Московской Олимпиады были приняты самые серьезные меры. Трагедия Олимпийского Мюнхена 1972 года не должна была повториться. Тогда спецслужбам не удалось предотвратить гибель заложников. К счастью, во время Олимпиады-80 применять спецоружие не пришлось. В 1983 году на вооружение был принят пистолет ПСС. Пистолет специальный и самозарядный. К его особенностям относятся отсутствие глушителя. Отсечка пороховых газов в гильзе обеспечивает полную бесшумность стрельбы. ПСС решили создавать без глушителя, потому что он значительно увеличивает габариты пистолета. А компактность такого оружия очень важна. Специальный пистолет должен обеспечивать возможность скрытого ношения. Для пистолета ПСС разработали новый патрон калибра 7,62. Его обозначение СП-4. Об этом патроне стоит рассказать подробнее. Пуля патрона не заостренная от цилиндрической формы. На ее передней части сделан латунный поясок. При выстреле он входит в нарезы ствола, и пуля начинает вращаться. Такая форма пули при ее дозвуковой начальной скорости и максимальной прицельной дальности стрельбы в 50 метров серьезного влияния на кучность не оказывает. На дистанции 25 метров пуля способна пробить противоосколочный бронежилет или стальную каску. Пистолет специальный самозарядный ПСС. Калибр 7,62 мм. Патрон СП-4. Масса пули 10 граммов. Емкость магазина 6 патронов. Масса пистолета со снаряженным магазином 850 граммов. Боевая скорострельность 24 выстрела в минуту. Дальность прицельной стрельбы 50 метров. Пистолет ПСС стал личным оружием защиты и скрытого нападения. Бесшумность стрельбы и отсутствие вспышки при выстреле делают этот пистолет практически идеальным оружием для специальных операций. ПСС был создан в начале 80-х годов. До сих пор аналогов этому пистолету не существует. Ваша задача. Наша задача установить точное место расположения стартовой батареи. Пункта управления склада спецвидов вооружения. Помимо огнестрельного оружия разведчики часто использовали нож. Им можно бесшумно снять часового. Но при этом нужно было подобраться к нему вплотную. Нож разведчика решили сделать стреляющим. Еще одним образцом бесшумного оружия был нож разведчика специальный НРС. Это было комбинированное оружие, в рукоятке которого находилось стреляющее устройство. Для стрельбы из пистолета использовались патроны СП-3 с отсечкой пороховых газов в гильзе. Нож разведчика стреляющий НРС. Патрон 7,62х38 мм СП-3. Масса ножа с ножнами 540 граммов, без ножен 325 граммов. Длина клинка 158 мм. Начальная скорость пули 140 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 25 метров. Конструкция ножа обеспечивает его многоцелевое применение. Им можно резать и строгать дерево, перепиливать стальные прутья толщиной до сантиметра. Для этого на обухе предусмотрена пилка. Дульный срез стволика ножа прикрыт резиновой шторкой. Она предназначена для защиты ствола от попадания воды и грязи. При выстреле она не мешает. Для заряжения оружия нужно было вынуть стволик, вставить туда патрон, поставить ствол на место, завести ударный механизм, снять нож с предохранителя и произвести выстрел. Отсутствие системы автоматики и отсечка пороховых газов в гильзе делают выстрел из такого ножа практически бесшумным. После выстрела гильза сильно раздувала, и она плотно сидела в стволе. Именно поэтому для ее извлечения использовалось вот это приспособление.